Наш Бог, чудесный Бог! Аминь! Я свято верю, что Он нас сильно любит, всех без исключения. И я прочитаю место из Библии, потому что, когда мы собираемся, нужно слушать Слово Божье. Как написано, если ты будешь слушать голос Господа и стараться исполнять Его заповеди, то будешь благословен. А если не будешь слушать, то будешь проклят. Я думаю, никто не хочет быть проклятым, но все хотят быть благословенными. Аминь! Благословенный – это когда тебе везет во всем. Проклят, когда не везет во всем. Женился неудачно, машину купил, разбил, дом построил, треснул, на работу устроился, мало платят, кредит взял, не смог отдать и так далее. Вы все знаете, сколько бедствий бывает в этой жизни. А благословенный – это когда тебе везет. Пошел брать кредит, а тебе не дали. Аллилуйя! На машину не хватило, не разбил ничего. Живешь спокойно. Хорошо. Я прочитаю Откровение 2 глава, 17 стих. Это самая загадочная такая книга в Библии. Очень много непонятного. Но я думаю, что Дух Божий открывает истину. Я пробовал читать Библию до того, как я уверовал. И я вам хочу сказать, это самое такое сложное занятие было. Мне подарили Библию. Я все-таки всегда знал, что Бог есть. Верил в Него слегка. Но никогда не видел Библии. И где-то в 96-м году, по-моему, мне подарили первую Библию. Новый Завет. И я помню, как я думаю, неужели это Библия? Я столько много слышал об этой книге. Но у меня никогда не было Библии. Я помню, многие люди цитировали Библию. Особенно в советское время. Когда Мишка Меченый придет, конец света будет. Я искал в Библии, где Мишка Меченый? Нету такого Мишки Меченого. Ну и в общем, я открыл Библию читать. Я понял, после прочтения первой главы, что там ничего не понятно. Кто-то пробовал тоже? Первую главу прочитал от Матфея, там, где все рожали, мужики одних мужиков. Я подумал, не, наверное, ну я еще не созрел, чтобы понимать эту книгу. Наверное, надо где-то учиться, чтобы понять это все закодированное. Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова, Яков родил Иуду, Иуда родил Фореса, Форес Естрома. Причем одни мужики, одних мужиков. Я подумал, как-то странно вообще, стиль написания очень странный. Но когда я уверовал, эта книга вдруг мне открылась и начала со мной разговаривать. Начала говорить мне то, что я не мог видеть раньше. Это сегодня стало доступным. И каждый день, когда я открываю книгу, я каждый день могу обнаружить то, чего еще никогда не видел. Я, может быть, читал уже много раз эти страницы, перелистывал эти стихи, выучивал наизусть. Но каждый раз, когда Господь хочет что-то сказать тебе, это обязательно повлияет на твою жизнь. Если скажете «Аминь», будет хорошо. Вторая глава, 17 стих. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквям. Если вообще ты хочешь слышать Святого Духа, то Дух Святой разговаривает с церковью. Он не разговаривает со всеми подряд. Аминь. Когда люди говорят, я могу дома верить, конечно можешь. Ты вообще можешь верить где угодно. Дома, на работе, на улице, в тюрьме. Можно верить где угодно. Но Иисус разговаривает только с церковью, с собранием людей. И Он Духом Святым дает послание. И Он не дает отдельным людям, передай там Коле, Пете. Он говорит церквям. Поэтому, когда я нахожусь в церкви, только тогда я способен слышать Его голос. Если вы не будете слышать Его голос, у вас не будет шанса стать благословенным. У вас не будет шанса измениться. Потому что написано, что все сотворено Словом Божьим. И без него ничего не происходит. То есть, Бог посылает Свои слова. И только через Свои слова начинает менять жизнь человека. Только благодаря Его Слову мы можем оказаться в небесах. Написано, что Его Слово это нетленное семя. Когда люди говорят, что вы приходите на эти собрания. Что вы там все время слушаете? Одну и ту же Библию. Слушайте какие-то проповеди. Это как-то вам поможет? Это что? Вот если бы вам там деньги давали. Если бы вас там реально что-то делали с вами. То можно было бы ходить. Ну а так что? Приходите слушать лекцию и все. Знаете, что Иисус сказал? Мои слова это семя. Семена. Может быть, когда сеется семя. Оно и выглядит так. Ну а что толку ходить, слушать эти слова, эти проповеди. Как это может мне помочь? Вот если бы вы мой кредит закрыли. Или если бы вы меня вылечили. Или если бы вы заплатили бы за учебу моих детей. Это было бы больше пользы, чем просто слушать какие-то слова. Но Иисус сказал, когда семена сеются, они, может быть, самые маленькие, никчемные. Только тогда, когда сеются. Но когда вырастают эти семена. Он говорит, слово мое, говорит мое царство, как горчичное семя. Горчичное семя, это самое маленькое семя из всех семян, которые существуют на планете. Очень-очень маленькое. И когда его бросают в землю, оно самое маленькое, самое никчемное, самое, может, неудачное. Но когда оно вырастает, написано, оно становится как дерево. И под этим деревом могут спрятаться все. Я недавно был в Гане, в Африке. И я услышал потрясающую историю о том, что там произошло. Это страна, откуда отправили 30 миллионов рабов в Америку и в Европу. И представьте, их гнали через всю Африку в порт, откуда отправляли. Эти миллионы людей. Миллионы людей сегодня, многие афроамериканцы приезжают в эту страну, чтобы посетить места, где их предки шли этим путем, в кандалах, закованные в цепи, где они там принимали последний душ в реке и потом их грузили в корабли и отправляли сотнями, тысячами и всего 30 миллионов. И они приезжают, чтобы почтить их память. Вот здесь мой там прадед был, вот здесь мы теперь там в Америке живем, в Европе живем. А они были здесь рабы, которых гнали туда работать бесплатно. И я услышал одну историю, как один человек в 1870 году приехал в Ганну и привез горсть семян, какао. Он, какао никогда не росло в Африке. Он приплыл из Южной Америки. И он положил в карман просто горсть семян. Знаете, когда у тебя в кармане горсть семян, это может быть сегодня ничего не значит. Это тебе ничем не поможет, это тебя никак не обрадует, не утешит. Это просто горсть семян. И он приехал и посадил первое какао-дерево в 1870 году. Сегодня, по прошествии почти 150 лет, вся экономика Ганны построена на какао. Это самый главный экспортер какао в мире. У них какао-плантации по всей стране. Огромные приносят урожаю. Стоит какао-роща, и там эти все какао-бобы висят прям везде на всех деревьях. Я даже два домой привез. Вдруг вырасти. Представьте, вся страна живет за счет какао. Ты заходишь в магазин, там какой у вас там, Сильпо, там, АТБ. Какое у нас еще есть там? Ты заходишь, и ты даже никогда не задумывался, откуда столько шоколада. Ты смотришь эти полки там, Корона, Милка, президентские наши, Рошен. Когда он нам хоть по шоколадке даст? Так хочется уже. Вот так бы сказал, дорогие мои сограждане, я как президент страны, как отец нации, хочу вам дать по одной шоколадке. Представьте, какие мы рады были бы. Может быть, мы в следующий раз бы за него проголосовали, а может и нет. И вот представьте, ты не задумывался, откуда столько шоколада? Столько шоколада, столько шоколада. В каждом магазине тонны шоколада. Горсть семян. Горсть в кармане. Просто человек приплыл и посадил. И сегодня 30-миллионная страна живет за счет какао. Представьте, просто горсть семян. Когда ты приходишь в церковь, что такое слова? Это семена. Ты отсюда ничего не унесешь, кроме семян. Но эти семена, которые будут посеяны в тебя, они принесут урожай. И однажды ты будешь рад этому урожаю. Когда-то мне сеяли семена. 20 лет назад мне сеяли семена. Бросали семена в меня. Говорили, что Иисус меня любит, что какое-то есть призвание от Иисуса лично для меня. Он меня избирает, Он меня призывает. И это были просто семена. Я говорю, у меня столько проблем в жизни. И вы мне говорите, что Иисус может мне помочь. Даже если Он тысячу лет будет мной только заниматься, Он мне не поможет. Но это были семена, которые падали, падали, падали в сердце. А сегодня я сам, как склад семян, вожу и здесь семена рассыпаю. И я верю, что Бог сотворит чудо. И ты увидишь богатый урожай. И вот смотрите, написано, имеющий уши слышать, пусть слушает, что Дух говорит церквям. Некоторые люди игнорируют слово церковь. Или не понимают слово церковь. Они говорят, у меня своя церковь. Нет, если ты не являешься частью церкви, Дух Святой скорее не будет с тобой разговаривать. Ты будешь продолжать верить в Бога. Многие люди пришли к Иисусу и сказали, Иисус, понимаешь, мы же тоже верили, ходили. Ты наш Господь. Он говорит, я вас не знаю, кто вы такие. Я никогда вам не говорил этого делать. Я никогда не говорил с вами. Я никогда не знакомился с вами. Откуда вы взялись? Сегодня в нашей стране, в Украине, почти все христиане. Если захочешь буддиста найти, днем с огнем не найдешь. Или Кришнаида. Или кого еще там? Мусульмане. Найди мусульмана. Нет мусульман. Ну, может, есть где-то. У нас христианская страна. Но как мало людей знакомы с Иисусом. И как мало людей слышат голос Божий. Если бы наши правители, которые сидят в министерских креслах, которые сидят в парламенте, слушали голос Святого Духа, то страна бы так не жила. Аминь. Из-за того, что они не слышат Бога. Они принимают неправильные законы. Они живут для себя, чтобы грабить людей, наполнять свои дома деньгами, покупать какие-то дачи, виллы, яхты. Зачем? Ты ничего отсюда не заберешь. Они думают, что они вечны. Никто не вечен. Только Бог. Аминь. И поэтому копить здесь деньги, собирать здесь, чтобы у тебя побольше было. Бог говорит, безумец. Когда ты умрешь, кому останется? Кто этим будет пользоваться? Ты даже не знаешь, когда Хилтон строил сеть своих отелей. Это лучший отель в мире. Это самая большая сеть. Где-то две с половиной тысячи отелей входит в эту сеть. Он сам лично ездил в каждый отель, проверял все матрасы, чтобы гостям было удобно. Когда отель принимали в эксплуатацию, он приезжал, заходил в каждую комнату и смотрел, чтобы там были все удобства, чтобы было удобно спать на кровати. А представьте, его внучка, Парис Хилтон, она продала эту сеть. Больше она не принадлежит семейству Хилтон. Какой-то мужик купил, оставил только название. И Хилтон, который на небе смотрит и думает, ты зачем продала? Я всю жизнь потратил, чтобы купить эти отели. А ты взяла так легко, их раздала. Никто не знает, что останется после нас. Но если мы сегодня будем в церкви, и Дух Святой с нами будет разговаривать, то наша жизнь пройдет нечетно. Аминь. И смотрите, что говорит Дух Святой церквям. Побеждающему дам сокровенную манну, дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Написано побеждающему. Кто такой побеждающий человек? Это еще не победитель, потому что он находится в процессе. Но если ты не сдаешься, ты уже побеждающий. Неважно, в каком состоянии ты находишься. Может, ты пришел и думаешь, у меня такие проблемы. Мне, наверное, никто больше не поможет. Как может Бог решить мою проблему, если она тянется уже десятилетиями? Написано, побеждающий. Получает сокровенную манну. Если ты не будешь сдаваться, я тебе скажу, однажды Бог даст тебе свое откровение, свою сокровенную манну, того, кто никто не знает. Об этом никто не знает. Вы знаете, когда Бог что-то открывает человеку, об этом никто не знает, только этот человек знает. Я слышал историю одного человека, как он просто читал Библию и прочитал, вы соль земли, вы соль земли. И Дух Святой ему говорит, если ты будешь продавать соль, ты станешь миллионером. И он начал соль продавать и стал миллионером. Просто такой секретик, Бог говорит, продавай соль. Смотри, соль вещь добрая. В Библии написано. Это вообще о другом написано. Там не написано, продавай соль. А Дух Святой говорит, а ты продавай соль и станешь миллионером. И он начал продавать соль и стал миллионером. У Бога есть откровение для каждого. Кто-то сидит и читает Библию, ранами Иисуса мы исцелились. Мы исцелились. Это уже произошло. Это больше не надо ждать. За это уже не надо платить. Вы знаете, что исцеление это подарок вообще-то. Просто подарок. Если тебе кто-то пришел на день рождения и дарит подарок, то платить больше не надо. Аминь. Никто не платит за подарки. Никто за подарки не заслуживает и не выпрашивает. Подарки просто дарятся. Тебе приходит гость на день рождения и каждый дарит подарок, дарит подарок. Он не говорит, за какую цену он купил. Он не говорит, понимаешь, это так дорого было для меня. Поэтому ты мне должен тысячу гривен. Или представьте, кто-то пришел, да, и я вот слышал такое, ты не можешь исцелиться, потому что ты кого-то не простил. Представьте, тебе на день рождения приходят, приносят подарок и спрашивают, а ты всех простил? Нет? Тогда подарок не получишь. Такого нету. Или, допустим, ты сильно грешен для того, чтобы получить исцеление. Просто грехи в тебе живут, и поэтому исцеление не может проникнуть в тебя. Ну, разве вы слышали, когда дарят подарки, спрашивают о грехах разве? Ты точно не грешил? Ты точно покаялся? Ты точно святой внутри? Тогда держи подарок. А если нет, тогда подарок не получишь. И знаете, подарки нам ничего не стоят. Подарки бесплатные. Их нужно просто принимать. А знаете почему? Потому что кто-то за них заплатил. И когда Иисус заплатил, Он рассчитывал, что мы больше платить не будем. Если ты придешь в ресторан, и тебе официант принесет чек, и ты его оплатишь, отдашь деньги, он унесет и принесет второй такой же чек. И ты скажешь, а это что такое? Он скажет, понимаете, политика нашего ресторана изменилась, и мы теперь со всех берем по два чека. И ты бы сказал, ну я заплатил уже, зайду. Вы мне принесли чек, я его оплатил. А официант скажет, нет, 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 вы должны еще раз заплатить. Потому что мы так решили. Босс наш так решил, чтобы вы два раза заплатили. Я думаю, ты бы не платил. Правда или нет? Или представь, ты в Айтиби стоишь, покупаешь им продукцию, и вдруг тебе на один чек дают, ты заплатил, он тебе, подожди, подождите, вот еще один чек оплатите. Ты скажешь, я не буду второй чек платить. Вот все оплачено. Вот так же Иисус, когда Он на кресте платил за наше здоровье, Он заплатил за каждую болезнь. И говорит, больше не надо платить. Вам не надо больше платить. Не надо больше платить. Второй чек не платите. Один чек заплачен, а второй не надо платить. Когда Иисус забрал все наши грехи, Он забрал все наши грехи. И наказание за грехи забрал. Он говорит, ребята, больше ничего, никому не платите. Аллилуйя. Это откровение. Иисус заплатил за мои грехи. Я не должен больше платить. Когда человек говорит, меня Бог наказал за мои грехи, это вранье. Бог Иисуса наказал за наши грехи, только ты об этом не знал, и дьявол этим воспользовался и пришел за вторым чеком, он уже получил один чек, он получил один чек, он получил один чек, но он такой хитрый, что хочет получить второй чек, и он приходит к тебе и говорит, ты болеешь, потому что ты грешник, ты болеешь, потому что у тебя не все в порядке, ты нищий, потому что ты согрешаешь, или кого-то не простил, или мало сильно жертвуешь, или забыл заплатить десятину, Иисус на кресте за все заплатил, я когда получил это откровение, я понял, я не должен платить, болезни, вы больше не должны во мне жить, ни одной, Нищета? Как ты вообще можешь тут находиться? Иисус заплатил, Он обнищал, чтобы я стал богатым, я отказываюсь быть нищим, я отказываюсь быть бедным, я отказываюсь быть каким-то проклятым, Иисусу одели венок на голову из колючек, почему не из ромашек, а из колючек? Ему одели колючки на голову, потому что когда Бог проклинал землю, Он сказал, земля, ты будешь произвращать колючки, колючки, это проклятие, и эти колючки одели Иисусу на голову, Он забрал наши проклятия, Когда кто-то хочет доказать, что я еще могу быть какой-то проклятым, я отказываюсь это принимать, Иисус был проклят вместо меня, да, Я совершил преступление, да, Я совершил беззаконие, да, Я совершил множество грехов, Но когда я узнал об Иисусе, Он за все заплатил, Он дал чек тому, кто это требовал, за грехи, за болезни, за проклятие, за мою нищету, за то, что Адам согрешил, и мы были выгнаны все из Эдемского сада, Представьте, если бы мой отец выбрал эмигрировать в Канаду, я бы родился в Канаде, если бы мой отец вместо Украины поехал бы в Канаду, я был бы канадец, Но он не выбрал Канаду, поэтому я украинец, я не мог ему подсказать, папа, Канада, Канада, США, просто когда он делал свой выбор, меня еще не было, где я был? Внутри своего отца, почему и написано, что мужики мужиков рождают, одни мужики, одних мужиков. Женщина всего 9 месяцев носит, а мужик всю жизнь. Потому что мои дети, которые сейчас уже в меня, конечно же, не влезут, были во мне, во мне, они были во мне. Я познакомился с девушкой и позволил ей носить моих детей по 9 месяцев, но они были во мне. И если бы я, еще не женатый, уехал бы в Гондурас, то мои дети были бы гондурасцы. А так мои дети тоже украинцы. Потому что я остался здесь, аллилуйя! За Гондурас, слава Богу. Понимаете, когда Адам решил эмигрировать из страны Божьей, он с нами не советовался. Но мы все были внутри Адама. Все! Потому что я был внутри отца, мой отец был внутри деда, а дед был внутри прадеда, прапрадеда, 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 прапрадеда. И все были в одном прапрадеде, которого звали Адам. И знаете, какая у него была фамилия? Макаренко. Ну, у моего Адама. У твоего Савочка. У каждого был свой Адам. И он эмигрировал, он поселился на прокатой земле. Когда он согрешил, Бог искал. Адам, где ты, где ты спрятался? Что случилось? Он, да видишь, вот тут такие дела, мы тут одежду пошили себе. А кто сказал, что вы голые? Ну как, ну мы посмотрели и увидели, все уже потеряно. И он говорит, Адам, ты что сделал? Он говорит, понимаешь, это ты во всем виноват. Если бы ты мне эту жену не дал, а другую бы дал, а ты эту именно дал, она мне дала, я съел, все. И Адам вместо того, чтобы покаяться и сказать, прости, Господи, я хочу остаться в этой замечательной стране, в Эдемском саду. Жить с тобой, ходить с тобой, быть благословенным. Вместо этого Адам говорит, бай-бай. Я не хочу с тобой жить больше. И Бог говорит, тогда я тебя выгоню. Я тебя депортирую из этой страны. Будешь жить в другой стране. И Бог его депортировал из Эдемского сада. Вот сюда. Васильков. И мы вот здесь все. Благодаря Адаму. Вот здесь мы все. Слабые, нищие, больные. Благодаря Адаму. То, что у тебя было множество разводов. Благодаря Адаму. То, что ты борешься с долгами, не можешь выплатить. Скажи спасибо Адаму. То, что вот те болезни не проходят одна, сменяют другую. Скажи спасибо Адаму. Он на небе услышит спасибо от всех. Как один проповедник говорит. Я на небе не буду Павла искать. И Петра. Я хочу Адама найти и рожу ему набить. Это из-за него все. Мне пришлось всю жизнь молиться, читать Библию. Так что Адаму до встречи. Смотрите, что говорит Дух Святой. Я дам тебе сокровенную манну. То есть то, что спрятано от всех. Этого никто не знает. Никто. Абсолютно никто тебе не расскажет. Это дает Дух Святой. Мы все читаем одну Библию. Все читают одну Библию. Весь мир читает одну Библию. В церкви все читают одну Библию. Все слушают одного пастора. Кто-то преуспевает, а кто-то нет. Потому что надо быть побеждающим. Тогда Бог даст сокровенную манну. И знаете, что Он говорит дальше? Я дам тебе камень. Камень, который ты можешь поставить в основание своего строительства. Камень, на котором ты построишь свою семью, свой бизнес, свое служение, свои отношения. Все, что ты можешь строить в этой жизни, ты можешь построить на этом камне. А Иисус сказал, камень, человек, который строит на камне, даже если бедствия придут, дому стоит. А человек, который на песке строит, просто строит. Ну, все строят, и я строю. Ну, все так живут, и я так живу. Это дом на песке. Люди строят семью, живут годами, десятилетиями, и потом бах, раскол, развелись. Что такое? Камня не было. Человек жил, жил, раз заболел. Вот как сегодня сестра свидетельствовала. Рак, все, у вас рак, надо делать операцию. Все, что ты сделаешь? Когда нет камня, ничего не сделаешь. Без камня человек, он просто утопает в своих проблемах. Мой Дух Святой говорит, если только ты станешь побеждающим, я дам тебе сокровенную манну, и дам тебе камень. И когда ты будешь строить на этом камне, у тебя будет новое имя. Я заметил в Библии, Бог очень часто менял имена людям. Он менял значение имени. Помните, когда он у учеников спросил Иисус? Говорит, вы за кого меня почитаете? За кого меня люди почитают? Ну, люди говорят, что ты пророк, один из пророков. А вы за кого меня почитаете? Кто я для вас? Вы поняли вообще, кто я такой? И Петр говорит, ты Христос, Сын живого Бога. И Иисус говорит, это откровение. И ты не мог тебе сказать человек. Ты не мог это сам узнать. Это Бог открыл тебе, что я помазанник, за которым ты сегодня следуешь. И поэтому твое имя больше не Симон. Его звали Симон. Еврейское имя Симон. В переводе обозначало тростник. Просто тростник. Что такое тростник? Это солома. Это не строительный материал. Это очень плохой материал. На нем нельзя строить. Из него нельзя строить. Можно только шалаш сделать. И тогда Иисус сказал, ты отныне не Симон. Все, я меняю твое имя. Из-за того, что ты получил это откровение, ты становишься Петр. В переводе обозначает камень или скала. На этой скале я создам церковь, и врата ее не одолеют. Аллилуйя! Посмотрите, сколько лет, две тысячи лет церковь гонят. Сегодня мы живем в хорошей стране, где свободно можем проповедовать Евангелие. Но есть десятки стран, где ты можешь погибнуть из-за того, что ты будешь говорить об Иисусе. Тебя будут преследовать уголовно и беспредельно, чтобы лишь бы ты не проповедовал. Есть страны, в которых очень опасно, в которых есть нетерпимость к христианству. Но Иисус сказал, я создам церковь, и врата ее не одолеют. Две тысячи лет дьявол хочет уничтожить церковь. Первые триста лет церковь убивали, сжигали, резали, взрывали, закапывали живьем, топили. Триста лет хотели вытравить христианство с планеты и не смогли. 70 лет коммунисты хотели вытравить отсюда Библию, вытравить христианство. Бога нет. И что? Коммунистов нет. Аллилуйя. И памятников их уже нет. И скоро все города переименуем, чтобы память эта исчезла. Потому что безбожники исчезнут с лица земли навсегда. А праведник будет процветать. Аллилуйя. Когда Карл Маркс написал свою крылатую фразу. Бог мертв. Карл Маркс. Карл Маркс, где ты? Я был в Хемнице, в его родине. Одна голова от него осталась огромная, каменная. Чего ее не размолотит, не понимаю. Наверное, гордятся, что Карл Маркс ихнего города. А Карла Маркса нету, нету. Он мертв, мертв. Где? Покажите мне его. Он мертв. Даже трудов и труды его никто уже не пользуется. Один Ленин воспользовался и все. Больше они никому не нужны. Чарльз Дарвин, который придумал эту теорию эволюции. Я был на его могиле. Я говорю, Чарльз Дарвин. Я стоял на его плите над гробной. И он писал, Чарльз Дарвин. Я верующий человек в Иисуса грезда. Стоял на могиле человека, который говорил, Бога нет. Все это обезьяны. Из клеточки все появилось. Из вузорья туфелька плавала. Потом раз в рыбку превратилась. Рыбке плавать надоело. Вылезла. Ящерка стала. Ящерка ползала. Думаю, что я так ползаю? Обезьяну превратилась. Помните эту эволюцию? Неандертальцы, пятикантропы. И человек выравнивался, выравнивался. Сначала вот так ходил, потом ровнее становился. И потом обезьяна палку нашла. Палка-копалка начала копать и стала человеком. Потому что труд, он облагораживает человека. И в этот бред мы все верили. Нам в школу приходил атеист и рассказывал, что Бога нет. Целый урок говорил. Ребята, запомните, Бога нет. Если вы узнаете о каких-то верующих, которые читают Библию, они едят детей. Не вздумайте с ними никогда разговаривать. Я уж тогда так подозрительно к этому относился. Хотя Ленин олюбил всем сердцем. Но уже как-то не нравится мне. Мне в детском садике рассказывали, что Иисус Христос это просто выдумка. Ну да, был такой человек Иисус, Христос была фамилия. Да, его действительно распяли, там убили. Но он не воскресал. Его съели волки и все, больше его нету. Мне как-то тогда еще так все не нравилось. Какая-то неправдоподобная история. Знаете, как в классе учительница говорит, дети, покажите дулю в небо и скажите, Бог, тебя нет. И все тычут дулю в небо. Бог, тебя нет, Бог, тебя нет. Один не тычет. А ты чего это не показываешь? Он говорит, так если его нет, зачем показывать? А если он есть, зачем с ним отношения портить? Я воздержался. Откровение. Когда человек получает откровение, его жизнь меняется. Петр получил откровение и стал камнем, надежным. Стал человеком Божьим. Авраам, это был первый, кому Бог поменял имя. Авраам был из проклятого языческого города Урхалдейский. И Бог говорит, хочешь быть со мной, тебе нужно выйти из Урхалдейского. Тебе нужно оставить его, иначе я не смогу с тобой разговаривать. Как Иисус сказал, если вы не оставите своих друзей, вы не достойны меня, родители. Когда я уверовал, мама на меня посмотрела и сказала, Дима, ты сошел с ума. И я ее оставил. И брат мне сказал, ты сошел с ума. И я его оставил. И все друзья мне сказали, ты какой-то не такой. И я их оставил. Зато сегодня я приобрел в тысячу раз больше друзей, братьев, сестер. И вся моя семья спасена. Аллилуйя! Просто исполняй Слово Божие, откровение. Я однажды стоял, молился, и Дух Святой мне говорит, никто не умрет из твоей семьи, прежде чем не покаяться. Мой отец покаялся за день до смерти. В воскресенье пришел в собрание. И сам вышел на покаяние, самый последний. Я его даже не подталкивал, я сел отдельно. И когда он вышел, я вдруг понял, это точно спасение. Потому что его никто не толкал, он сам решил так. Мы ему несколько лет проповедовали, молились, и он не понимал. И в понедельник он умер. И когда пришел молиться, чтобы он воскрес, Дух Святой сказал, я тебе не обещал, что он воскреснет. Я тебе обещал, что он будет в небесах. И я понял, мой папа в небе. Мой брат, который был кончен наркоманом, которого лечили в клиниках дважды. Он имел клинические смерти от отравления наркотиков, от передозировок. Он сегодня служитель. Женился, трое детей у него здесь, в Киеве живет. Аллилуйя! А когда-то это была проклятая семья. Мы не знали, почему нам так не везет. Но когда мы пришли к Иисусу, я оставил то место с друзьями, с интересами, с грехами. И последовал за Иисусом, как Авраам. Он последовал за Богом, но у него была проблема, он не мог рожать детей. Сара была бесплодна. И Бог говорит, ты, главное, будь со мной. Тебе нужен сын, я дам тебе сына. Ни одного. Я дам тебе миллион сыновей. Миллиард сыновей. Посмотри на небо, посчитай звезды. Вот столько у тебя будет детей. И когда Авраам сомневался, Бог его все время говорит, выйди из палатки. Выйди из дома своего. Давай выходи быстро. И он выходил, говорит, считай звезды. И Авраам считал звезды. Один, два, три, двадцать пять, там, двести двадцать восемь, триста шестьдесят семь. Считал, считал. Ой, Господи, я не могу посчитать их слишком много. И Бог говорил, вот столько будет у тебя детей. А время шло. Авраам старел. Вместе с Сарой. И Саре уже стало девяносто лет. Представьте, девяносто лет. Аврааму девяносто девять. Какие дети? И Бог приходит и говорит, Авраам, все. Ты дождался, молодец. Ты девяносто девять лет со мной. Наконец-то теперь пришел момент. Я даю тебе новое имя. И он добавил всего одну буковку в его имя. Вы знаете, что делает жизнь с нами? Жизнь нам вешает свои имена. Я слышал, как говорят, а это тот алкаш со второго подъезда. Они могут не знать, как его зовут, фамилию. Но они знают, что он алкаш. Или наркоман. Или инвалид. Или тот, кто долги не отдает. Или тот, кто побирается ходит. Или бомж. У бомжа нету имени. Он просто его называет бомж. Ты бомж. Ему жизнь повесила такое имя. Ты бомж. Ты наркоман. Ты инвалид. Ты ВИЧ-инфицированный. Ты туберкулезник. Ты гепатитчик. Врачи вообще быстренько имена приклеивают. Когда врач приходит в палату, он мне говорит, как вы себя чувствуете здоровые? Он говорит, как вы себя чувствуете больные? Он всегда называет больные. Больной, как ваше самочувствие? Больной, давайте на процедуру. Я не хочу быть больным. Аминь. У Бога есть для меня новое имя. И если меня жизнь назвала нищим, у Бога есть для меня имя богатый человек. Аллилуйя! Я когда уверовал, моя семья была из трех человек. Я был такой бедный-бедный, что я не мог прокормить три рта. Вы читали, в Библии написано, что рот заставляет человека работать. Рот, рот. Рот тебе говорит каждый день, иди работай. Рот. А если у тебя три рта, все три рта тебе говорят, иди работай. А представьте, у кого много ртов, и все эти рты тебя толкают в работу. Заставляют тебя работать. Написано, рот понуждает человека работать. Рот. Простой рот, представляете? Маленький вот такой рот. Вот такую махину тела заставляет идти работать. И дело в том, что ты работаешь, работаешь, а рту все мало и мало. Он говорит, еще работай. А представь, три рта мне говорили, работай. Я вот на две работы устроился. На две. Две работы делал. И когда я уверовал, я понял, нет. Я не рожден, чтобы работать. Что-то другое должно быть. Помните, как евреи сидели в Египте и имели хорошую работу. Поэтому, когда ко мне люди подходят и говорят, пастор, помолитесь за работу. Я сказал, за работу. Я молиться не буду. Бога, нет работы. Вся работа у фараона. Иди у фараона и попроси работу. Вы не верите? Вы знаете, почему украинцы нищие? Почему мы нищая такая страна стала? Потому что мы надеемся, что фараон нам будет платить. Да он не будет платить. Фараон жадный. Фараон жадный. Он евреям давал по чуть-чуть, по капельке давал. Вот вам чуть-чуть, чтобы вы лишь бы с голоду не сдохли. И шли опять работать. Вы, главное, работайте. И когда евреи захотели служить Богу, Моисей пришел и говорит, слушай, ну мы хотим в пустыню пойти, чтобы служение сделать. Фараон сказал, о, так вы, у вас времени много стало. Давайте ему еще одну работу дадим. Они дали еще работу, и еще работу, и еще работу. А Бог говорит, я вас выведу из Египта и дам вам три вещи. Землю, дом и бизнес. И я когда уверовал, у меня такое чувство появилось. Я не должен работать на фараона. Я должен работать хотя бы сам на себя. И я открыл бизнес, начал делать бизнес. То есть работал сам на себя. Получил такое откровение. Это потом я узнал, что Бог обещал евреям дать дом, землю и бизнес. Я не знал, но я внутри почувствовал, как получил откровение. Все, надо уходить с этой работы. Хотя мне хорошо платили отпускные, были там какие-то премии. Но я решил работать сам на себя. Потому что я знаю, я лучше фараона. Аминь. Фараон, вы ждете, что они поднимут зарплату? Никогда. Все, что нужно сделать им, тем людям, которые держат все заводы, все фабрики, все-все-все предприятия. Вы что думаете, металл в Америке стоит дороже, чем в Украине? Металл, а цена одинаковая. Только в Америке металлург получает 10 тысяч долларов в месяц, а у нас 100 долларов. Знаете почему? Потому что фараон не хочет платить. Фараон говорит, я вам по чуть-чуть буду давать, ребята, по чуть-чуть. А кто может заставить фараона платить? Никто. Потому что фараон, он и есть фараон. Он все купил и сам сидит, правила заказывает. Поэтому нужно попросить Бога об откровении, чтобы работать сам на себя. И когда я работать сам на себя начал, через несколько лет я понял, что я тоже жадный. Он же думал, я тоже как-то себе мало плачу. Фараон, конечно, вообще слабо платил. Когда я сам на себя, это же я сам себе зарплату плачу. Я понял, что я тоже жадный. Я начал искать способ Бога, где еще способ, где метод, как мне привлечь деньги. Ты же обещал, что обеспечишь все мои нужды, и что мало того, что обеспечишь, я еще смогу помогать другим. 10 лет мы кормим голодных, 10 лет. 10 лет назад я начал кормить голодных. Я путешествовал с палаткой по всей Украине, и везде в обед накрывал столы, и приходилось 100 человек, 200 человек в день, 300 иногда. И мы 10 лет этим занимаемся. Сегодня наша миссия помогает продуктами 10 тысячам человек. Каждый месяц. У меня было три рта, я не мог прокормить три рта, всего три. А сегодня 10 тысяч ртов говорят спасибо за то, что они получают какие-то продукты. Аллилуйя! Я вам скажу, что это? Это откровение. Бог говорит, тебя назвали нищим? Тебя даже нищие назвали нищим? Я дам тебе новое имя. Ты станешь благотворителем. Ты станешь человеком, который раздает. Как мать Тереза. Она была нищая монашка. Но через нее прошли миллиарды. Когда она ушла в небеса, после нее осталось 540 миссий. В 110 странах мира. Она накормила миллиарды людей. Обеспечила водой, лекарствами. Помогла им умереть достойно, как людям. Это монашка, у которой не было ни копейки денег, когда она ушла из монастыря. 20 рупий. Знаете, сколько? Это 40 центов американских. Или в гривнах это 10 гривен. У нее 10 гривен было в кармане. И она пошла служить нищим на улицу. С 10 гривнами. Она сама нищая. Она с 10 гривнами пошла служить нищим. Кого-то накормить, кого-то в больницу отправить, кому-то помочь. И когда нашла женщину, валялась, изъеденная крысами. Крысы ели женщину. До костей обглодали ей ноги. И женщина валялась в этой грязи в Калькутте. И она подошла. Она живая. Крысы ее едят, она живая. И она начинает, что 10 гривен? Что я могу сделать с 10 гривнами? Что я могу с этим сделать? Скорая не приедет за 10 гривен. Все, что она могла сделать, она могла взять палку и бить этих крыс, чтобы они не ели ее. Эта женщина умерла. Через 3 дня. Но мать Тереза, которая получила там откровение, она пошла к мэру Калькутты. Сегодня люди говорят, христиане говорят, у меня нет денег, чтобы кому-то помогать. И у меня нет здания. У меня нет знакомых. У меня нет ресурсов. Нет, лучше скажи, у меня нет сердца. Поэтому я ничего не делал. Ты можешь хотя бы палку взять и отгонять крыс. Она пошла к мэру Калькутты и сказала, послушайте, мэр, дайте мне здание. Люди не должны умирать, как животные. Дайте мне помещение. И она в этот же день получила помещение. Кто-то говорит, ну я не знаю, с чего начать. У меня нету никаких... Когда у тебя есть сердце, у тебя все будет. Она получила откровение служить нищим. Когда она пришла к своему настоятелю в монастыре и сказала, мне Дух Святой сказал служить нищим. А он сказал, а как ты это будешь делать? Она говорит, я пока не знаю, как это делать. Но мне Дух Святой сказал делать это. В 66-м году про нее сняли фильм. Она уже 15 лет работала. И когда сняли фильм и показали по всему миру, она стала самой известной женщиной в мире. Когда этот режиссер из Англии снимал про нее эти репортажи, как она берет прокаженного, смывает с него эти все вавки, коросты эти, моет его своими руками, без перчаток. И он говорит, я бы к нему за миллион фунтов селлингов не прикоснулся бы. Она говорит, за миллион бы и я не прикоснулась. Я, говорит, это делаю, потому что в нем Иисус. Я делаю это для него. И она служила этим людям. В 77-м году ей дали Нобелевскую премию. И она говорит, сколько стоит фуршет для лауреатов, где президенты собираются, богачи приезжают, чтобы покушать на фуршете с Нобелевским лауреатом. Ей говорят, этот фуршет стоит 20 тысяч долларов. 20 тысяч долларов! Вы хотите сожрать за один вечер 20 тысяч долларов? Отправьте в мои приюты. Она в самолете подходила к каждому человеку и говорила, если у вас останется печенье, не выбрасывайте, пожалуйста. Отдайте мне печенье, я отдам своим детям, которые никогда не пробовали печенье. Просто не выбрасывайте. Если вы не доедите, сок не выпейте, я все заберу. Каждому в самолете подходило. И тогда люди, обличаемые совестью, доставали свои бумажники и сказали, на эти деньги, купите им рис, купите им мясо, купите им все, что они хотят. И при этом у нее не было ничего, кроме второй одежды. Ничего. Но ее имя, ее нет уже 20 лет. Но ее имя до сих пор, как имя милосердия. Когда человек хочет сказать, что он не милосерден, он говорит, я что тебе, мать Тереза, что ли? Это все знают. И когда был в Италии, везде висят ее портреты. Везде. Католическая церковь, которая вначале открещивалась от нее, потом сказала, не, не, это наша святая. Это наша женщина. Откровение. Что делает откровение с человеком? Она берет нищего и делает его богатым. Авраам бесплодный. Бог говорит, я добавляю тебе одну буковку. Авраам. А Сара, жена твоя, будет Сара. Одной буковке вам добавлю. Потому что я хочу, чтобы вы стали родителями множества народов. Аллилуйя. И Авраам ничего не значило. А Авраам, это отец множества народов. И когда сегодня Авраам на небе смотрит вниз и видит два миллиарда христиан, которые тоже дети Авраама. Аллилуйя. Он говорит, вот это у меня детей. А сколько их уже в небе? А сколько их еще будет? Он дождался. И ты дождешься. Он дождался. И ты дождешься. Аминь. Сара, 90 лет. Представьте, когда Авраам общался с Богом. Здесь есть кому 90 лет? Кому 90 лет? Кому 90 лет? Да вы все молодые. Ладно, кому 80? 80. Нету? Нету? Есть? Сколько вам? 79, да? А ну-ка идите сюда. Это вы с палочкой ходили, да? О, видите, я правильно на вас показал. 79 с половиной, да? Уже целый год без палочки, да? Летаете, как бабочка. Давайте сюда, чтобы все увидели вас. 79 с половиной. Праведники будут жить долго. И счастливо. И богато. И без всяких палочек. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Вот смотрите, есть всего 79. Да. А Саре было 90. 90. 79 тоже немало. Очень даже хорошо. А мой дедушка, у которого я выросла, прожил 117. 117. А мама 94. 94. А вам 79 всего. 79. Я еще молодая. Еще молодая, да. 79 еще молодая. Ну аминь, конечно. И представьте, она сидит дома, Авраам. Господи, что ты мне для меня сделаешь? А Бог говорит, у тебя будет сын. Сын, ты ничего не перепутал? Мне 99. А Саре 90. Я тебе говорю, все. Ты отец множества народов. А жена твоя, мать множества народов. Иди скажи ей. И он приходит. Сара, ты понимаешь, я молился сегодня. А Бог говорит, все-таки сын будет. Все-таки будет сын у нас, будет. У меня есть два сына и дочка. Не, не, вы сейчас роль играете. Вы Сара. У вас пока ничего нету. Я Авраам с бородой старой такой прихожу, говорю, Сара. Тут я с Богом разговаривал сегодня. Он говорит, все, хорош, иди к Саре. Куда пошла, куда пошла? Ты стой, пошла. И он приходит и Саре говорит, все, Сара, все, все. Ты не помнишь, что делать надо? Молиться. Молиться? Да. Будем молиться, чтобы у нас сын был. Да. Я думаю, не поможет. Что же надо делать-то, а? Представляете, когда Авраам в зеркало смотрел, он так подходил в зеркало и говорил, я стар, я стар, я суперстар. И Сара, представляете, ну ладно, Авраам, суперстар там. Приходит Сара. Это же надо было ему поверить. Ей поверить, что у него все получится. А ему поверить, что тоже все получится. Знаете, как дед с бабушкой прожили уже лет 60. И дед говорит, давай, как в молодости. Я в дверь постучу. А ты выйдешь, и мы на сеновальчик пойдем там. Ну и бабуля, ну давай, давай, вспомним молодость. И он стучится, стучится, никто не открывает. Стучится, стучится, никто не открывает. Два часа ждет, никто не открывает. Утром открывает. Говорит, ты что, не вышла, тебе всю ночь стучал? Да мамка не отпустила. А Сару мамка отпустила. Вот я просто вот почему думаю. Это представьте, как Аврааму нужно было быть уверенным, что у них все получится. Это нам сегодня поржать, да? А им, представьте, вот он приходит и говорит, понимаешь, Сара, ну вот теперь уже, это уже серьезно. Мы всю жизнь пробовали, ничего. Но вот сейчас это 100%. И он ей говорил так каждый раз. И она надоела ей слушать уже. Он говорит, когда, когда, когда? А года-то идут. Годы берут свое. А гады чужое. И вот представьте, она родила. Когда родила Исаака, он взял Исаака. Он говорит, назовем его Исаак. Исаак. Знаете, как переводится Исаак? Радостный смех. Почему вы все смеетесь? Слыша эту историю. Почему вы улыбаетесь? Почему вам радостно? Потому что Исаак. Это радостный смех. Авраам говорит, люди, которые будут слышать эту историю, все будут смеяться. Аллилуйя. Спасибо. Спасибо. Вы все хорошо сделали. Смотрите, она без палки ходит уже целый год. Аллилуйя. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что Иисус заплатил. Второй человек платить не надо. Иисус заплатил. У Исаака родился Яков. Их было двое, помните? Одного звали Исаф. В переводе красный. Он же, когда он выходил из утробы, он был красного цвета, они посмотрели красный. Назовем его Красный. И он носил имя Красный. Иса в переводе красный. И когда он в школу пришел, к тебе как зовут? Красный. Красный? Ну да, я красный. А второй. Мальчик держался за пятку брата. Чтоб легче было выходить. Брат там выгребал, там сильный был. А этот просто за пятку взялся. И вышел. И те увидели, что он за пятку держится. А этому дадим имя Пятка. Пятка. Яков в переводе Пятка. Представьте, тебя зовут Пятка. Ну, раньше, что видели, так и называли. За пятку держится. Все, Пятка. Он приходит в школу. Как тебя зовут? Пятка. Пятка? Тебя зовут Пятка? Ну да, меня зовут Пятка. Так назвали. Я не виноват. Так назвали такое имя. И все думают, что за имя странное? Пятка. Ну, Пятка был молодец. Когда о нем написано, написано, он просто жил в шатрах. Брат был, Зверолов. Сильный. Такой мощный, красный. А этот просто жил в шатре. И однажды тут на охоту пошел. Проголодался. Приходит, говорит. Слушай, Пятка, у тебя нет ничего поесть. Он говорит, есть. Только что борщ сварил. Гороховый. Будешь? Буду. А он говорит, а первородство продашь свое? Ну, как будто ты второй теперь родился. Он говорит, так а что мне толку от твоего первородства? Забирай себе. И тот забрал. Говорит, хорошо, я беру. Это не была бумага. Это не был какой-то сертификат, какая-то медаль. Это просто были слова, просто звук. Он говорит, хорошо, я отдаю тебе первородство. Кто-то говорит, да какая разница, что мы говорим? Есть огромная разница. Что говорим, так и живем. Аминь. И Пятка раз, все, я теперь первый. А потом, когда пришло время, Исаак состарился, представьте, я слеп. И говорит, скоро умру, надо сына благословить. Позвал его. Говорит, сынок, сходи, поймай дичь, приготовь мне то, что я люблю. И я тебя благословлю. Папа, а что нельзя без дичи? Без дичи нельзя. Хочешь получить благословение? Расположи человека. Хочешь, чтобы тебя пастор благословил? Многие подходят, пастор благословите, пастор благословите. Ты дай конвертик, он тебя так благословит. Всю жизнь чувствовать будешь. Потому что даже отец говорит сыну, шашлык приготовь. И тогда благословлю. Моя душа расположится, и я тебя по-настоящему благословлю. А мама услышала Ревека, говорит, слушай, Иаков, это шанс получить благословение. На, вот шашлык я уже приготовила. Неси быстрее отцу. Говорит, ты что, мама? Он меня пощупает. А я, брат его волосатый был, знаете, такой мохнатый. Красный, мохнатый. Причем такой мех у него был, что Иакову пришлось шубу одеть козлячую. Он говорит, ничего, ты мою шубу одень, подойдешь раз, он тебя пощупает. Точно, брат мой. Он шубу одел, шашлык, он приходит, бать, вот шашлык. Он говорит, что ты голос твой подозрительный, на Иакова похож. Он, не, не, бать, пощупай меня, я Исаф. В тот раз шубу пощупал, а, ну да, Даша, как я мог не узнать тебя? Съел шашлык и благословил. Когда брат узнал, он сказал, я убью его, я его убью, я его убью. Ему пришлось убежать. Двадцать лет в бегах. Пришел к дяде Лавану. Я точно не знаю, как перевод, но думаю, что Лаван переводится кидала. Потому что это был кидала вообще реальный, кидала всех кидал. Уже когда Иаков к нему пришел, говорит, слушай, дядя, а это был его родной дядя Лаван. Он говорит, дядя, тут я от брата убежал, он обещал меня убить. Можно я у тебя тут поживу? Он говорит, да, конечно, живи, работать будешь на меня. Слава Богу, раб появился. А он говорит, а я вот, дочка у тебя младшая, такая красивая. Ее звали Рахиль. Рахиль в переводе прекрасная лань. Ее так назвали, когда увидели, о, какая красивая, будешь прекрасная лань. А вторая сестра старшая. Написано, у нее было что-то с глазами, она вот так смотрела в разные стороны. Когда Яков на нее смотрел, он не понимал, куда она смотрит, туда. Если бы она все время вперед шла, она бы раздвоилась и разошлась. И он говорит, нет, старшая мне не нравится. Ну, понимаете, вот Рахиль. Потому что старшую звали Лия. В переводе бешеная корова. А младшая Рахиль. В переводе прекрасная лань. Ну, конечно, Рахиль красивая, стройная. Та какая-то старшая. Глаза куда-то смотрит. Не, она мне вообще не нравится. И он дяде говорит, дядь, можно засвататься? Я вот в Рахиль влюбился, понимаете. Он говорит, нет проблем. Семь лет отработай. Семь лет всего лишь. Семь лет, как секунда пролетит. Для любящих времени нет. Для влюбленных. Да, вы замечали, да, когда человек влюблен, когда ты влюблен в Господа, то четырехчасовая молитва, как секунда пролетает. Или когда парень в девушку влюблен, то два часа в подъезде, как минута. Да? Я вам надоел уже, да? Я же еще молиться за вас буду. Поэтому слушайте. Ну, и тот говорит, семь лет для тебя это ерунда. Давай. И он семь лет работал. Семь лет работает. Семь лет. Дядя Лаван стал миллионером. У него стало столько овец. Видимо, невидимо. Потому что Яков-то благословенный. Батя его благословил. Он пришел к Лавану. Лаван вообще проклятый тип был. И вдруг он миллионер. Столько овец. Он говорит, ой, Яков, ты молодец. Все, сегодня свадьба. Он, слава Богу, дождался. Этот день. Семь лет. Он мечтал, как он возьмет Рахиль. Это теперь моя жена. Все мое. Плоть мое. Кость мое. Просыпается утром. А вместо Рахили рядышком Лия. Смотрит. Все, говорит. Муж мой. Говорит, какой я тебе муж? А у нас уже все было. И он к дяде идет. Говорит, дядя, ну я не думал, что ты прям такой кидала. Я знал, что ты кинешь меня. Но не так же. Он говорит, да не, не проблема вообще. Просто старшую надо тоже выдать куда-то. Поэтому. Вторую тоже отдам, не переживай. Еще семь лет от работы. И он еще семь лет работает. И уже четырнадцать. Тот вообще сказочно богатый стал. А у того две жены зато. Тот сказочно богатый. У того две жены. Уже там детки пошли, все нормально. И однажды Яков думает, надо хоть получить зарплату хоть за четырнадцать лет, хоть раз. Говорит, слушай, дядя, ну ты хоть заплати мне. Смотри, ты миллионером стал. Ты стал самым влиятельным человеком Востока. Ты бы мне хоть какую-то награду назначь там. Он говорит, ладно, пошли посмотрим. Приходит стада овец, огромные стада. Белые овцы, черные овцы. И одна рыжая, больная, чахлая валяется там в поле. Он говорит, о, слушай, вот это. Все, которые с рыжими пятнами родятся, все твое. Хорошая награда, сынок. Ну, да, хорошая. И что делать в такой ситуации? Ты работал четырнадцать лет, и тебе говорят, вот эту овечку забери, рыжую. Она одна в стадии. И будь счастлив. Он молиться пошел. Потому что, когда у тебя есть откровение, Бог дает тебе камень, а на камне новое имя. И он, Господи, что делать? А Господь говорит, возьми палочки, сделай их полосатыми. И положи там, где овцы пьют воду и зачинают. Полосатые палочки. Гаишники до сих пор пользуются. Полосатый палочек размахнул, раз, стольничек в кармане. Два раза размахнул, раз, двести в кармане. Или у вас другие расценки тут, да? Ну, это у нас там. Он палочек наложил, вот этих полосатых. Положил, положил, положил. Через шесть лет. Дядя приходит смотреть свои богатства. Все овцы рыжие. Все. И Иаков говорит, все, я пошел. Забрал всех овец и пошел домой. И вот там, представьте, он идет домой. Там ждет его брат двадцать лет. Вы знаете, что ненависть между родственниками намного сильнее, чем между чужими людьми. Родственники им очень трудно прощать. Я знаю родных, сестер и братьев, которые по двадцать лет не здоровались. Вообще никогда. Переходили на другую сторону дороги, лишь бы не встречаться. Родные, братья и сестры. И Исаф хотел его убить. Говорит, я тебя убью. И он двадцать лет относил себе. Если у тебя есть семя ненависти, то с годами оно только станет больше. И Иаков знал, я иду, и возможно меня брат мой убьет. Но там он встретил Бога. Помните последнюю ночь? Перед встречей с братом. Написано, кто-то пришел и начал с ним бороться. Кто со мной борется? Почему мне так тяжело? Многие люди сегодня борются с Богом. Они не понимают, почему так тяжело. Почему это со мной происходит? Почему это именно в моей жизни? Почему это не чей-то другой? Почему это со мной все? Потому что ты борешься с Богом. А Бог хочет тебя благословить. И когда Иаков боролся, 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 боролся. И вдруг он понял, я борюсь с Богом. И он сказал, схватил Бога и сказал, я тебя не отпущу. Благослови меня. И тогда Бог сказал ему, отныне твое имя я изменю. Ты был Яков, Пятка. Тебе какое-то странное имя было. С сегодняшнего дня твое имя Израиль. Израиль. И тебя никто не победит. Никто. Никто. Сегодня государство Израиль находится в окружении стран, которые с радостью бы его стерли с лица земли. Нету ни одного союзника вокруг. Ни одного. У нас хоть Россия союзничек наш. Старший брат. Исаф. А там нет братьев, там одни враги. Еще и внутри этот сектор газа. ДНР, ЛНР. Тоже помогают. Ракетами. Но Израиль был, есть и будет. Гитлера была гениальная идея. Уничтожить всех евреев. И шо? Теперь каждый год премьер-министр Германии приезжает в Израиль. Простите нас, пожалуйста. Сколько вам надо? Вот вам деньги. Вот вам автомобили. Что еще вам дать? Простите нас, пожалуйста. Потому что Израиль уничтожить невозможно. Бог говорит, ты Израиль. Ты мной избран. Все. Все твои потомки. Их никто не победит. Никто не завоюет. Никто не отменит. Никто их не уничтожит. Иакова можно убить. Иакова. Со странным именем. Его легко убить. Но Израиль. Ты не погибнешь. Иди смело к брату. Брат тебя встретит. С радостью. И тут приходит брат. Его обнимает. Плачет. Брат, я так долго тебя ждал. Не надо мне от тебя ничего. Ты молодец, что вернулся. Я люблю тебя, мой брат. Потому что, когда у тебя встреча с Богом, и Бог дает тебе откровение, и дает тебе новое имя, никто тебя не одолеет. Если тебя все называли нищий, а Бог говорит, нет, 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 ты богач. Ты будешь кормить народы. Ты позаботишься о нациях. А я проклятый такой человек. Ты не проклятый. Ты теперь благословенный. Ой, у меня столько болезней. Я такой больной. Ты не больной. Ты здоровый. Аллилуйя. Поэтому сегодня я хотел бы молиться. Молиться о том, чтобы кто-то здесь был спасен. В Бога можно верить везде и по-разному. Люди смотрят в интернете проповеди, сами читают Библию. И говорят, ну мы верим в Бога. В своей душе, в своем доме. А Иисус говорит, я когда вернусь, вернусь за церковь. Церковь – это община рожденных свыше людей. Не верующих, а рожденных свыше. Ровно через год в нашей стране будет праздник. Пятьсотлетие протестантской церкви. Президент подписал закон. У нас теперь новые праздники. Раньше мы праздновали День Великой Революции. А теперь будем праздновать День Великой Реформации. Пятьсот лет назад Мартин Лютер прибил плакат к своей церкви о том, что он начинает новую церковь. Там было девяносто пять тезисов. И один из тезисов, что праведный будет своей верой жить. Своей. А до этого он продавал индульгенции. Ездил по деревням и продавал индульгенции. Он приезжал в деревню и говорил, Вы, негодяи, мерзавцы, жрете здесь, покупаете себе коней, земли, а ваши матери горят в аду. И никто им не поможет, пока вы не купите у меня индульгенцию. Купите индульгенцию. И моя церковь поможет вашим матерям и вашим отцам. И люди со слезами на глазах несли деньги, отдавали ему. Он был очень опытный продавец индульгенции. И знаете, что с ним произошло? Какую ошибку сделала католическая церковь? Она отправила его учиться. А когда он приехал учиться в семинарию в Ватикан, его заставили читать. Хочешь что-то сделать хорошее для Бога? Научись читать. Его заставили читать послание римлянам и учить его наизусть. Это самое сильное послание, говорящее о спасении. И они ошиблись. И заставили лютера читать. Я заметил, как в наших церквях люди перестали читать. Такие книжные столы. Столько много книг, и люди перестали читать абсолютно. Если ты не читаешь книги, то ты такой же самый, как и безграмотный, который просто не может их читать. Миром управляют люди, которые читают. А те, которые не читают, они просто смотрят телек и работают на тех, кто читает. Поэтому начни читать. Каждый день читай. Не смотри, читай. Потому что когда ты читаешь, у тебя включается воображение. А для нашего мозга нет разницы. Ты это видишь в реальности, или ты это видишь в воображении. Наш мозг перестраивает всю нашу жизнь так, как ты видишь. И я хочу тебе сказать, ты можешь видеть только то, что ты можешь видеть. Я закрываю глаза, и я могу видеть что угодно. С открытыми глазами я вижу только реальность. Но мозгу все равно. Он перестраивает работу всей жизни, потому что он видит. И неважно, это воображение, или это видимое. Есть один тренер в Америке, Тони Робинс. У него каждую неделю семинар, который посещает пять тысяч человек. Цена семинара с одного человека, один человек платит полторы тысячи долларов, чтобы попасть к нему на семинар. И он 72 часа их учит построить мозг, мышление. И в третий день он берет все пять тысяч человек, выводит их на трассу, на дорогу, которую перекрыли полицейские. И там дорожка из углей, 15 метров. Угли, горячие угли. Это простые люди. Пять тысяч, которые слушали его семинар. И он так сработал с ихним мозгом, он говорит, вы сейчас все будете идти по углям. И ни один человек не обожгется. И все пять тысяч идут по углям. И ни у кого нет ни одного ожога. Вот что может делать наш мозг. 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 Который ты можешь зарядить. Не то, что ты даже видишь, а то, что ты представляешь, воображаешь, то, о чем ты мечтаешь, ты можешь перестроить всю свою жизнь. Аминь! Поэтому сегодня я хотел бы молиться, во-первых, с теми, кто еще не спасен. Ад. Это очень страшное место. Туда не надо идти. Ни одному человеку. Написано, Бог сотворил ад для дьявола, но не для человека. Многие люди туда идут, стремятся, стучат туда каждый день, стучат. Не надо туда идти. Когда Иисус рассказывал об Аде, Он сказал, это такое страшное место, куда человек попал. И знаете, о чем Он просил? Богач, который мог на земле купить все, что угодно. Мог купить любовь, мог купить бизнес, мог купить еду, мог купить любую одежду, мог купить рабов себе. Все мог купить, все абсолютно. Но оказавшись в аду, знаете, о чем Он мечтал? Он когда увидел Авраама, что тут находится в более лучшем месте, чем ад, Он сказал, Авраам, ты не мог бы прислать ко мне кого-то, чтобы мне дали капельку воды? Пожалуйста, дай мне каплю воды. Всего одну каплю. Я не прошу больше. Одну каплю дай мне. Пожалуйста. Я здесь умираю. Дай мне каплю воды. Вы видели человека, который просит каплю воды? Вы видели хоть кого-то, кто нуждается в капле воды? Воду так плохо, что Он просил всего каплю. Не надо стакану. Всего лишь каплю. Всего лишь каплю. Дайте, пожалуйста. И знаете, что самое страшное? Он даже капельку не получил. И Авраам сказал, извини, это невозможно. И тогда он начал кричать, Авраам, пусть этот человек, который умер, вернется назад домой, придет к моим братьям, их пятеро, пятеро. Я не хочу, чтобы они здесь были. Здесь плохо. Пусть они как-то изменят свою жизнь. Пусть они изменят образ жизни. Пошли Лазаря, пусть он придет к ним. И Авраам говорит, они не поверят. Поверят! Если увидят, что мертвый воскрес, они поверят! Авраам говорит, нет. У них есть проповедники. Они могут спастись только через проповедника. Когда к Корнилию пришел ангел, Корнилий был хороший человек, только не был спасен. Он был язычник, римлян. И ангел ему сказал, Корнилий, ты понравился Богу. Ты столько делал милости. И ты так много молился, что Бог меня прислал сказать тебе, как тебе спастись. И он сказал, как мне спастись? Он говорит, позови к себе домой проповедника. Там есть проповедник Петр. Пусть он придет к тебе домой и скажет тебе просто слова, слова, просто слова скажет. И ты спасешься. Я не живу в Василькове. Это ваш дом. Я живу в другом городе. Это ваш дом. Я пришел сюда, в ваш дом, чтобы сказать вам слова, что Иисус Христос умер за вас и хочет, чтобы вы сегодня спаслись. Я знаю, кто поверит этому и призовет имя Иисуса, тот будет спасен. Аминь! Давайте мы поднимемся.